Задайте вопрос любому человеку. Ты можешь управлять своими мыслями? Ты полностью управляешь? Они будут отвечать «да», «ну, конечно». Да. Да-да-да. И почти каждый будет неправ. Что такое ловушки мышления? Вы смотрите Джанлэш Шоу. Сегодня говорим о ловушках нашего мышления. Чтобы понять, правильно ли мы воспринимаем окружающий мир, посмотрите на соседний дом через открытое окно. А потом просто возьмите то, что у всех под рукой. Полупрозрачный целлофановый пакет, например, и посмотрите сквозь него. Вы увидите сплошные искажения. Вы не поймете ни цвет, ни размер, ни дистанцию до этого дома. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Вот примерно так и работает наш разум. Подсознание выступает в роли того самого пакета, искажающей призмы. Сознание в результате получает исправленную и дополненную информацию. Вместо призмы можно представить множество фильтров, каждый из которых по-своему частично искажает информацию. Это и есть так называемые ловушки мышления. Простой пример. События, произошедшие с вами в 13 и в 30 лет, с возрастом будут смешиваться и восприниматься как нечто, произошедшее почти одновременно. Будет нарушено восприятие временных дистанций. Впрочем, это уже совсем другая история. Это работает и в другом направлении. Мозг легко смешивает воображаемые события далекого будущего и планы на ближайший месяц. Рядом стоит схожая ловушка, мешающая нам адекватно планировать. Ведь мы всегда подсознательно легко приукрашиваем свои перспективы и занижаем затраты, необходимые для достижения целей. Более того, наше подсознание не позволяет нам адекватно оценивать риски, статистику и любые внешние факторы. Первый взгляд на положение наших дел почти всегда ложный. Мы легко можем бояться террористов из новостей, взрывающих самолеты и вокзалы. При этом мы можем забывать об агрессивном соседе-алкоголике сверху, который любит курить в постели. Я хочу курить. В качестве иллюстрации можно привести официальную статистику США накануне карантина по ковиду. Шансы быть убитым в результате теракта составляли 1 к 30 миллионам. 5, 4, 3, 2, 1, муч! А шанс быть убитым в результате убийства составлял примерно 1 к 18 тысячам. Причем более половины убийств совершали соседи, друзья, супруги или коллеги жертв. Да, для жителей СНГ криминальные новости США выглядят страшной картинкой загнивающего Запада. Во всем виноваты пиндосы! Правда, шанс стать пропавшим без вести в России составляет 1 к 4 тысячам 800. Две трети из пропавших без вести – это ненайденные трупы и люди, попавшие в рабство. И все равно это смехотворно маловероятно по сравнению с шансом погибнуть ДТП на дорогах постсоветского пространства. 1 к 80. Разбираем примеры. Представьте себе обычного человека, допустим, это автомеханик по имени Иван Денисович. Он живет в маленьком поселке, любит лихую езду на своей ладе с не совсем исправными тормозами и увлекается водкой непонятного происхождения. К тому же поселок Ивана Денисовича разделен пополам трассы с оживленным автосообщением. И трудолюбивый автомеханик десятки раз в день перебегает дорогу между СТО и ларьком. А еще половина его родственников умерли от онкозаболеваний и сердечно-сосудистых болезней. Естественно, Иван Денисович в шоке от новостей из США. Иногда ему кажется, что половина американцев гибнет от школьников-террористов, обезумевших от компьютерных игр. А еще он читает столичные криминальные хроники и радуется, что живет в тихой глуши. Он-то и не знает, что риск быть убитым в сельской местности в полтора раза выше, чем в крупном городе. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В целом, шансы Ивана Денисовича лишиться жизни каждый год составляет 1 к 6. Благодаря способности человеческого мозга наш автомеханик никогда об этом не задумывается. Подсознание просто искажает реальность. Далекие образы кажутся более опасными и яркими. А ежедневные риски автоматически воспринимаются как нечто обыденное. Ну, это нормально. Это нормально. Это защита. Без такого подсознательного искажения человек все время переживал бы. И это убило бы его быстрее, чем любой бандит или болезнь. Миллионы поколений подвергались жестокому эволюционному отбору по одной простой схеме. Чем выше интеллект существа, тем выше шанс, что существо будет задумываться над своей опасной средой обитания. Тем выше страхов, тем выше потребность мозга в подсознательном подавлении этих страхов. Искажая получаемую информацию, мозг сам себя успокаивает. Все хорошо. Все в абсолютной безопасности. Когда Иван Денисович думает о будущем, его мысли попадают в одну и ту же ловушку. Ах, шик! И мы снова. Он мечтает о своем СТО и воображает, насколько легко создать такой бизнес. У него есть идея заложить свою квартиру в Хрущевке, чтобы получить кредит. Кроме того, у Ивана Денисовича было ужасное детство в нищете полной опасности и насилия. Но призма подсознания искажает. И в памяти осталось только мороженое по 3 копейки, зимняя рыбалка и один поход в горы. Да, это жестко. Мозг утешает сам себя. Не дает плохим воспоминаниям снижать работоспособность человека. Суперфункция нашего подсознания – защита мозга и нервной системы. Обойти бы такую защиту. Чтобы посмотреть на средний дом без призмы, достаточно иметь фото дома без фильтров, сделанные в разное время и с разных ракурсов. Мы их распечатываем, подпишем и никогда не забудем. О май гад! Вау! И ведь это только крошечная частичка информации из нашей жизни. Естественно, мы не можем победить подсознание, но мы можем превратить свой хаос, мысли и события в четкую систему. Мы можем фиксировать все свои идеи в дневнике, записывать события, подтверждать их фотографиями. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боли и унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Мы можем четко планировать свои дела, обдумывать каждый свой шаг. Мы можем анализировать свои перспективы, работая с цифрами, а не эмоциями. Мы обманем наше подсознание так же, как оно обманывает нас. Многим людям такой образ жизни покажется слишком сложным. Но если вы не будете управлять своими мыслями, тогда ими будет управлять кто-нибудь другой. Либо ты его, либо он тебя. Простая арифметика. Как вами манипулирует бизнес? Начнем с того, что ловушки мышления исследуются учеными, изучающими поведениями, то есть бихевиористами. Крупный бизнес щедро финансирует эту сферу, чтобы знать, как устроена призма, фильтрующая информацию, поступающую в наш мозг. Иван Денисович завтра поедет в гипермаркет и захочет купить, скажем, шкаф. Он еще не знает, где он его поставит. Важно другое. Шкаф от фирмы Собирайка. Как нетрудно догадаться, клиент собирает своими собственными руками. Иван Денисович уже покупал стол и две табуретки от этой фирмы и знает, что нужно делать. Здесь срабатывает то, что в книгах по рекламе называется эффектом Икея. Суть в том, что человек всегда склонен переоценивать достоинства вещей, которые он сделал своими руками. Даже если речь идет об обычной сборке. Разум человека еще и часто искажен профессиональной деформацией. Пока мы нарабатываем опыт в какой-то отрасли, профессиональная деятельность глубоко проникает в наше сознание. Как медийщик я не могу просто смотреть видео, как обыватель автоматически начинаю рассматривать, хорошо или плохо оно сделано. Но вернемся к нашему герою и его шкафу. Добавьте сюда еще эффект от рекламы. Чем чаще произносятся какие-то слова, тем прочнее образ и правдивость этих слов. То есть, если везде постоянно звучит реклама «Собирайка лучше в мире мебель», многие покупатели начинают в это верить. Как, например, в то, что новогодний стол обязательно должен быть украшен напитком одной очень известной фирмы. Ведь праздник к нам приходит именно с ним. Еще примеры, пожалуйста. Иван Денисович в том же гипермаркете увидит жидкость для розжига дров, которые продаются со скидкой минус 75%. Его не смутит то, что цена этой жидкости изначально завышена в несколько раз. Он вообще не любит выездные пикники и мангал, но он считает себя вдумчивым хозяином и любит делать выгодные покупки. Логика клиента проста. Главное, чтобы все было дешевле, чем что-то. На этом сравнении цена Y дешевле, чем цена Z держится вся реклама, направленная на совершение спонтанных, ненужных и бессмысленных покупок. К тому же человеческий разум имеет склонность к поиску рационального зерна в любых собственных действиях. Если мы совершили неправильный поступок, наш мозг будет искать аргументы «за». В контексте торговли это называется стокгольмский синдром покупателя. Если Иван Денисович купит шкаф и кучу упаковок жидкости для розжига дров, его собственное подсознание убедит его в гениальности покупок. Гениально! Это шедевр! А вы могли бы оказаться на месте нашего героя? Или уже оказывались? Жду всех в комментариях. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин